МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кровь за консервы, чай и минералку донорам перестают платить. Чем грозят городским больницам новые правила? Противостояние. Автомобилисты вышли на пикет против постановления Горсовета, который предписывает разобраться с нелегальными гаражами. Их заводят заводы. Молодые композиторы и музыканты, записав видео своих выступлений в цехах и ангарах, готовы представить авангардную сииту. Здравствуйте. Как всегда в это время. На ваших экранах новосибирские новости. 20 ближайших минут о самых главных событиях в городе. Начнем с экстренного сообщения. Сегодня вечером прогремел взрыв в офисном здании Ростелекома на улице Новогодней. По предварительной версии взорвался трансформатор. Взрывной волной снесло стену внутри помещения. Один человек пострадал. Подробности в нашем материале. На месте ЧП – кареты скорой помощи и пожарные машины. У офиса Ростелекома на новогодние 26 работают спасатели и электрики. Взрыв прогремел на тяговой подстанции в ячейке трансформатора около 6 часов вечера. Я услышал только хлопок и все. И у нас в этом здании, в котором я работаю, погас, электричество, вообще все отключилось. Только и всего. Но я как энергетик просто должен был остаться и посмотреть за всем, что тут происходит. Ну, вот эти вот сирены весь вечер вот так вот вводят. По данным экстренных служб, четверо человек эвакуировались из здания самостоятельно. Один, предположительно это был клиент Ростелекома, получил ушиб головы. В момент взрыва он как раз выходил из центра обслуживания. Пострадал один человек, который не прошел у нас по скорой помощи. То есть скорая помощь его не забирала, предположительно его забрали родственники. Сейчас мы уточняем информацию о состоянии его здоровья. В итоге пострадавшего обнаружили в областной больнице. У него рваная рана головы. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Будет ли он требовать каких-либо компенсаций, пока не сообщается. Огня в момент взрыва не было. Частично обрушилась стена на площади 20 квадратных метров. Что могло стать причиной ЧП, сейчас выясняют полицейские и представители ФСБ. В свою очередь энергетики не исключают, что это результат короткого замыкания. Официальные причины назовут завтра. На энергоснабжении ближайших домов и телефонной связи авария не отразилась. Артем Шершнев и Артем Тумарь. Новосибирские новости. К другим темам. Пищевой пакет, консервы, крупа, чай и минералка вместо наличных. Новый закон, вступивший в силу, запрещает платить донорам даже традиционные 300 рублей. А ведь именно этот механизм работы, говорят врачи, позволял сохранять запасы на более-менее приемлемом уровне. Отпугнули ли доноров новые правила и могут ли тяжелобольные остаться без такой нужной крови? Ответ у Ольги Маховской. Максим Гладков пришел сдавать кровь уже в восьмой раз. Сегодня все как обычно. Заполнил анкету, прошел проверку у врача, сдал кровь. Только вот после этого вместо привычной денежной компенсации обещают попозже подарить набор консервов. Вот наш контактный телефон. Звоните в начале следующей недели. Пакет, продовольственный пакет уже утвержден. Как только вопрос решится, мы много дарим. Мы вам перезвоним тоже. Большое спасибо. Студента-медика это не смущает. Кровь он сдает не ради денег. Я изначально знал о том, что теперь дают вместо денег пищевой пакет. В общем, если дача кровь безвозмездная, то особой разницы нет. А вот в педагогическом университете, студенты которого одни из самых активных участников донорских акций, к новым правилам относятся неоднозначно. С точки зрения, конечно, материальной составляющей, для студента это тоже было важно, безусловно. Поэтому в этом плане нам немножечко жаль. То, что она сейчас ушла, в какой-то мере приведет к такому переходному периоду, когда возможно, ну, может быть, количество ребят, желающих сдать кровь, несколько, ну, может быть, уйдет. Но постепенно, я думаю, мы восстановим эту ситуацию. Официально в стране изменения донорской системы вступили в силу с 21 января. В Новосибирском центре крови до сих пор не получили никаких документов, регламентирующих действия нового федерального закона. Врачи переживают, что доноров станет меньше. Впрочем, в нашем регионе пытаются сохранить все льготы, которые действовали раньше. В выездных условиях у нас сохраняется выплата денежной компенсации в размерах 300 рублей. А в стационарных условиях заготовки крови, это Серафимовича 2-1 и те учреждения, которые находятся в области, которые самостоятельно занимаются заготовкой, там будет выдаваться либо продуктовый набор, который тоже утвержден по своему составу, он также равен 300 рублям, либо там будут доноров кормить. Сегодня второй день, когда центр крови работает по новым правилам. Вместо 300 рублей доноры получают продуктовый набор. Количество желающих, говорят, пока не сократилось. Вот, например, в журнале учета сегодня стоит цифра 33 человека и буквально 4 дня назад сюда приходило 35 доноров. По словам медиков, за эти два дня они видели разную реакцию. Кого-то это абсолютно не смущает, кто-то над новшествами смеется. Были и те, кто решил свой сухой паёк отправить посылкой законодателям. Но сдавать кровь пока никто не отказался. Хорошо, что как-то это маленько спонсируют, это дело. И дают какой-то стимул молодежи. Паёк для вас будет стимулом теперь? Ну, конечно, нет. Будут приходить так же сдавать. Будет приятно. Сейчас специалисты центра крови ждут разъяснений из Москвы. Возможно, состав продуктового набора будет пересмотрен. Также будет окончательно ясно, кому всё-таки будут платить деньги за сдачу крови. Медики надеются, что донорам всё-таки дадут право самостоятельно решать либо получить продуктовый набор, либо компенсацию на питание. Ольга Маховская, Олег Макаров. Новосибирские новости. Сегодня на Плехановском жилмассиве прошёл пикет против решения городских депутатов. Они постановили, напомню, снести незаконно установленные гаражи и, наконец, разобраться с этой проблемой, которая существует десятилетия. Водители, вышедшие на акцию, впрочем, не до конца понимают, какие гаражи считаются стихийными и чем новые реальные реалии грозят им лично. С места событий Алексей Фазлеев. Вот ночь и зима-то какая была. Она здесь заводится свободно. Фёдор Табачиков в гараже и машину хранит, и овощи, и вещи, ненужные дома. Металлический бокс пенсионер поставил здесь 30 лет назад. А теперь, как поговаривают соседи, времянку придётся убирать. Между жилмассивом Плехановским и железнодорожной веткой в общей сложности стоит 800 гаражей. Здесь три кооператива. Но больше всего судьба железных боксов волнует автовладельцев общества «Клён». Как ни странно, но решение о сносе гаражей исходит из правления. На месте железных времянок собираются строить капитальные боксы. Эта идея у руководства кооператива возникла после того, как депутаты горсовета решили убрать из дворов и с улиц уродливые конструкции. Правление кооператива воспользовалось ситуацией. Кто-то, конечно, на этом заработает денег. И хороших денег поднимут. Сегодня автовладельцы вышли на пикет. Удобно иметь гараж. Только начали развиваться молодые семьи. Купили квартиры, гаражи. И этого нас лишают просто-напросто. И они не мешают. Около железной дороги. Там коммуникация. Там строительство домов. Никаких не может быть. Они не мешают никому. Людям здесь рядом. Организаторы пикета и сами толком не знают, какая судьба ждёт железные боксы. Но в толпе судачат. Снесут обязательно. Пока нет. Но не за горами. То есть весна и нас тронут. А ибо у нас кооперативы. Мы платим. Мы просим наших депутатов, чтобы они поправку приняли. Кстати, сами правила размещения гаражей никто из собравшихся не читал. Тем не менее, пикетчики уверены. Переехать придётся всем. На акцию протеста пришли и представители районной администрации. Пенсионеров пытаются успокоить и заодно выяснить, кто сеет смуту. У вас было уведомления? Нет. Не было ещё уведомлений. Ну а почему вы решили, что... Да потому что в Афсояновсе, вот и с этим гаражами. Вот если я приду и скажу, что завтра буду я жить в вашей квартире, вы мне поверите? Да нет, не поверю, конечно. Слухом о сносе гаражей поверили несколько сотен владельцев железных временок. Между тем, кооперативные боксы никто убирать не собирается. Да и пенсионерам за своё имущество волноваться не стоит. Они относятся к льготной категории. Новые правила касаются исключительно самовольно установленных конструкций. В планах ни администрации, ни мэрии выноса этих металлических гаражей нет. Поэтому мы правлению уже объясняли эту ситуацию. Буквально два дня назад у меня были члены правления. Как раз инициаторы этого пикета я им объяснил эту ситуацию. Значит, они согласились. Но акцию протеста всё же провели и собрали сотни подписей под петиции к депутатам. Алексей Фазлеев, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Набраться терпения призывают автомобилистов. В районе автовокзала, где возводят дорожную развязку, в апреле сузят проезжую часть. Так, в сторону центра оставят всего две полосы. А связано это с тем, что вскоре здесь начнётся строительство эстакады. На неё, к слову, идёт более 4000 тонн металлоконструкций. Крупнейшую развязку правобережья обещают открыть к концу года. О том, как продвигается этот масштабный проект, в репортаже Анны Кондратенко. Веб-камера. С её помощью смотреть за тем, как Южная площадь превращается в современную дорожную развязку, можно круглые сутки. Строители здесь работают не только днём, но и ночью. Иначе не успеть. График в этом году крайне жёсткий. В декабре специалисты уже готовятся запустить движение по эстакаде. А пока в районе автовокзала начинают буровые работы. С их помощью усилит канализационный коллектор. Он располагается как раз под Красным проспектом. Вообще, вопрос выносов коммуникации и зоны строительства на окраинной площади один из главных. Ведь под землёй сотни метров теплотрасс, водопроводов и линий связи. Осложняет ситуацию большой поток транспорта. Технологических сложностей нет. Конструкции известны и каких-то непредвиденных ситуаций мы не ожидаем. Самое сложное – это необходимость работы по движениям, постоянное переключение движения в пределах Южной площади. Но это сложности и наши, и сложности города будут. То есть, ну, этот год будет тяжело с организацией движения здесь. Особенно непросто придётся автомобилистам в апреле. Когда снег растает, дорожники сузят Красный проспект. До двухполос в сторону центра. В обратном направлении оставят три полосы. Специалисты просят набраться терпения и объезжать стройку по ипподромской магистрали через улицу Выборную. На строительство двухуровневой развязки, которая должна избавить от пробок сразу четыре улицы, Красный проспект, Фабричную, Большевистскую и Каменскую магистраль, в этом году выделили 400 миллионов рублей. Лимиты финансирования уже утверждены в этом году. Но для того, чтобы пустить движение в 2013 году, нам необходимо дополнительно изыскать около 600 миллионов рублей. Сейчас муниципалитеты и областная администрация совместно занимаются поиском этих средств. В этом году начнут возводить и первый надземный переход на Красном проспекте. Он соединит автовокзалы в железнодорожную платформу. Анна Кондратенко, Максим Федосеев, Новосибирские новости. В следующем юбилейном для Новосибирска году продолжат строить Держинскую ветку метро и откроют четыре фонтана. Сегодня на совещании по итогам работы отраслей городского хозяйства озвучили важные для города планы. Так, больше средств выделят на ремонт дорог и благоустройство дворов. В каждом районе власти намерены разбить по небольшой зеленой площадке. Также получат продолжение строительства метрополитена. Правда, профинансировать две станции и депо городской бюджет не сможет. Поэтому власти ищут инвестора, который занялся бы продолжением ветки за свой счет. Работу на этом участке оценивают в 10 миллиардов рублей. Он будет дешевле процентов на 20-24 против такой усредненных стоимости километра тоннелей и так далее. Потому что блокировщики нашли решение, когда удешевить. С точки зрения, вынес не проходкой идти некоторые участки, а верхним способом. Особенно вторую станцию и саму станцию и метро депо. Быть ли в Новосибирске хоспису? Во многих странах мира давно существуют специальные дома, где неизлечимо больным людям облегчают страдания. Сегодня медики, чиновники и специалисты благотворительных организаций говорили о развитии так называемой паллиативной помощи в нашем городе. Ирина Синельникова продолжит тему. Новосибирск – один из немногих крупных городов России, где до сих пор нет своего хосписа. Хотя, по оценкам специалистов, в сибирской столице должно быть как минимум три центра, где ухаживают за неизлечимо больными людьми. В мире считается, что на 500 тысяч жителей один хоспис. Вот есть такие средние нормативы в развитых странах. Если говорить про Лондон, где я была, например, там просто больница решила организовать в своей структуре. Сделано, по-моему, 30 коек, если говорить русским языком. У них это не называется коек, это румс, комнаты. Отдаленно напоминает хоспис – областной дом милосердия. Он рассчитан на 130 человек, но жить здесь больному разрешается максимум полгода. Да и цель центра – работа не только с неизлечимо больными, а таких здесь около половины, но и с теми, кто еще может пойти на поправку. После операции, после ампутации больные есть, которые подлечили их, давление нормализовали. Ну и родственники забирают домой. Пациенты хосписа умирают на больничной койке. Но это не просто дом, говорят эксперты, куда приезжают завершить жизненный путь. Так называемое палеотивное лечение, кроме облегчения физической боли, подразумевает психологическую и духовную поддержку больного и его родственников. Хотя проблема Новосибирска, утверждают эксперты, сегодня не только в отсутствии хосписов. Городские клиники попросту не взаимосвязаны между собой. Онколог понимает, что больной не подлежит лечению, он аккурабельный. Он должен передать его в палеотивную службу, он должен передать какие-то рекомендации участковому терапевту. Этого не происходит. Участковый терапевт должен знать, куда обратиться в этом случае, какие службы отвечают за пациента, кто ему поможет и так далее. Этого тоже не происходит. По сути дела, всю информацию учат родственники. Разговоры о необходимости городского хосписа идут уже несколько лет. Однако только сегодня чиновники, медики и члены благотворительных организаций смогли детально обсудить проблемы помощи людям со смертельным недугом. В итоге участники круглого стола договорились встретиться еще раз, через месяц, чтобы уже наконец решить, где и когда в Новосибирске появится дом для неизлечимо больных. Елена Синельникова, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Тонет в мусоре улица Полярная, что в Ленинском районе. Контейнеры переполнены. Каждый стал очагом настоящей свалки. Не убирает их уже несколько месяцев. Одна беда ведет за собой другую. В окрестностях появились полчища крыс. О том, почему улица брошена на произвол судьбы и грызунов, расскажет Анна Перепилюк. Свалка расположена прямо под окнами дома Игоря Мелкина. По его словам, последний раз мусор отсюда вывозили 3 ноября. После этого рабочих из ЖЭО около баков он видел всего один раз – накануне Нового года. Вышли два рабочих, пакеты попинали ногами. Они даже без инструментов, без всего приехали. Ни метла, ни лопаты, ничего. Естественно, все замерзшее. Ногами попинали, сколько могли. Собрались и уехали. Ближе, чем на несколько метров, к бакам не подойти. Все завалено бытовыми отходами. Но так или иначе, мусор людям надо выбрасывать ежедневно. Правда, это ужасно. Бывает, идешь мусор выбрасывать просто, к контейнеру уже не подойдешь. Около контейнера все засыпано. И приходится мешок вот с этим мусором, ну знаете, синий, там черный, ставить около мусорки. Мусорные горы облюбовали стаи крыс. И такая картина практически в каждом дворе по улице Полярная. В управляющей компании на появление съемочной группы отреагировали объявлением всеобщей уборки. Но вот незадача. Даже все мусоровозы в авральном порядке, выведенные на работу, не могут справиться с тоннами мусора, скопившимися около домов. Как объясняет директор, виной всему длинные новогодние каникулы. Мол, его подчиненные тоже хотят отдыхать. А несознательные жильцы, мало того, что мусорить стали больше, чем обычно, так еще и лишнего наговаривают. Такого быть не может. Мы числили этот участок. Дело в том, что у нас средники есть. Каждую неделю в среду в любом случае бригада малочисленная из трех-четырех человек с автомобилем, трактором, они работают. Вот этот коллапс, который сегодня, это просто за счет новогодних праздников немножко у нас чересчур. По словам Евгения Клевцова, все идет в плановом режиме, и свалки в этом районе уберут до понедельника. Впрочем, жители уже сбились со счета, сколько раз они слышали подобные обещания. Анна Перепилюк, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Молодые новосибирские композиторы надели спецовки и пошли на завод, а потом коллективно сочинили монолит – сюиту для хора, ансамбля, чтеца и диджея, которую и представят в камерном зале филармонии. На концерте публики покажут видео и фотоработы, снятые во время этих музыкально-производственных экскурсий. Станислав Якушевич попытался узнать, как из шума станков рождается современная музыка. Вместо концертных фраков на музыкантах рабочие спецовки. В звучании хора и квартета струнных жестко вторгается промышленный шум в обработке диджея. Литературной основой музыкально-сценической сюиты стали стихи новосибирского поэта Артура Шубина и Владимира Маяковского, воспевшего индустриализацию в десятках стихотворений. Автор проекта Илья Ильдеркин. Он предложил своим друзьям, молодым композиторам, сочинить несколько произведений на тему труд и музыка. За вдохновением музыканты отправились в заводские цеха. Там, общаясь с рабочими и исполняя музыку среди работающих станков, авторы сформулировали главную идею проекта – «Маленький человек в мире бездушных машин». Идет этот голос человека, который окружен этим миром. И есть хор, который показывает, что не только есть хора, длиннократия и прочее, еще есть что-то другое, духовное. И вот на этом противоборстве вот этих двух сфер и выстроена композиция. Стать участником эксперимента в необычном пространстве музыканты пригласили фотографов и художников, работающих в жанре видео-арта. Невнятный визуальный ряд на заднике, грубая роба на солистах и обычный, по сути, концерт камерной музыки автоматически превращается в модный перформанс. Народ-то уже испорчен чуть-чуть. Осталось немного людей, которые способны слушать только академическую музыку, закрыв глаза. Это, может быть, будет успех, это, может быть, безразличие, это, может быть, провал. Все возможно, но надо рисковать. На увлечение студентов консерватории радикальными художественными формами руководство филармонии смотрит снисходительно и намерено дальше поддерживать художественные эксперименты местных композиторов. Станислав Якушевич, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. И это все, чем мы успели вам рассказать. 101,4 FM – это частота радио «Городская волна». А сайт «Новосибирские новости» накануне юбилея Владимира Высоцкого выясняет, действительно ли он был зачат в нашем городе. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова